Ежегодный педагогический форум образования традиционно проводят в середине августа в преддверии нового учебного года. Работники образования собираются, чтобы совместно наметить цели на будущий год. Открылся форум образования 2022 пленарным заседанием «Единое образовательное пространство региона. Настоящее и будущее». Учитель – это, конечно, такое совершенно особенное звание, не только профессия, но, скорее, даже призвание. Не понаслышке про все это знаю. У меня родители оба преподавателя, учителя. Я вот помню эти бесконечные учебные материалы, стопки контрольных. Каждый вечер вот у меня, мне очень нравилось смотреть, как моя мать проверяла, каждый вечер контрольные. Я всегда ее как раз подбивал еще и оценку такую пониже поставить. В своем обращении Павел Малков рассказал о том, что конкретно делает региональная власть для улучшения условий педагогов и повышения престижа профессии. Например, разработан закон, предусматривающий предоставление молодым учителям земельных участков для строительства дома и ведения подсобного хозяйства. Сейчас этот закон рассматривает облдума. В сельские школы в этом году сейчас уже придет работать 26 специалистов. И вот эту вот работу по привлечению кадров необходимо и дальше усиливать. Выпускники соответствующих вузов должны уже сейчас знать о том, какие стимулирующие меры действуют, как они могут воспользоваться. И самые главные меры этих должно становиться больше. Над этим мы сейчас работаем. Тематические секции, дискуссионные площадки, пленарные заседания. С 22 по 28 августа пленарные заседания пройдут для 16 с лишним тысяч педагогов. Они будут посвящены актуальным вопросам развития системы образования, в том числе организации воспитательной работы, обновлению в ГОС проекту «Школы Минпросвещения России», а также внедрению государственной информационной системы «Моя школа». Чем больше таких площадок будет взаимодействия разных, это форумы, конференции, это вебинары, тем больше мы будем иметь возможности развиваться и в профессиональном плане, и в личностном плане. Форум августовский стал такой визитной карточкой нашего региона, потому что в нем принимает участие огромное количество людей. На протяжении нескольких дней они, педагоги, показывают лучшие наработки, практики. В рамках заседания педагогам региона вручили награды, поздравили их с приближением Дня знаний и нового учебного года, до начала которого осталось две недели. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».